Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Марина Викторовна Есенина, художественный руководитель театра «Нособорный». Здравствуйте, Марина Викторовна! Добрый день! – Хотелось бы узнать, какие сюрпризы театр «Нособорный» готовят нам в новом сезоне? Сезон начнется у нас 17 октября. Начнется он со спектакля «Ночь перед Рождеством». Спектакль премьерный, хотя премьеру мы сыграли накануне, буквально в июне месяце мы издали спектакль. Спектакль сыграли всего два спектакля. И вот 17 числа, как говорится, по полной начнем эксплуатировать этот спектакль. К нему мы шли очень ответственно, очень упорно, очень долго. Попытались сделать его невероятно красочным. Попытались проследить тот невероятный малоросский украинский колорит, который присущ Николаю Васильевичу Гоголю. Далее в ноябре месяце у нас будет премьера по не очень известной пьесе «Улими Шекспира» «Зимняя сказка». Этот год, как мы знаем, юбилейный год, год шекспировский. Естественно, наш театр не мог обойти это стороной. Потом, следом, в декабре месяце наш театр с удовольствием пригласит наших совсем маленьких зрителей на сказку «Снежный цветок» по пьесе Сергея Козлова. Чтобы вызвать какие-то аналогии, Сергей Козлов – это автор такого нашумевшего мультика, автор сценария нашумевшего мультика, как «Ежик в тумане». Чтобы было понятно. Очень надеемся, что сказка будет красочная, яркая. Наш театр давно не баловал наших маленьких зрителей таким ярким представлением. Вот именно спектакль «Ноль плюс». Он войдет сначала в новогоднюю кампанию, будет широко и сильно нами играться, часто нами играться. Позже, мы надеемся, он войдет, не надеемся, на это рассчитываем, что он войдет в репертуар нашего театра. Потом начнется, как говорится, после Нового года, тут начнется самое интересное. Потому что после Нового года практически сразу в нашем театре начнет работать творческая мастерская, которая традиционно, театр подростков. Но в этом году, в этом сезоне, она будет специфична. Это будет мастерская, посвященная теме Великой Отечественной войны. Как мы все знаем, 15-й год – год юбилейный. Это очень значимая дата в истории нашей страны. Это очень значимая дата в аспекте нынешних политических событий. И нами будут приглашены молодые режиссеры. Нами ищутся пьесы или, скажем так, литературный материал, не только российский, но и зарубежный, современный, затрагивающий тему Великой Отечественной войны. И вот по результатам лаборатории, которая у нас пройдет, мы выберем какую-то одну работу и в мае месяце выпустим спектакль, посвященный Великой Отечественной войне. Прежде всего, наверное, тема столкновения человека и войны, тема личности, тема взаимоотношений, особенностей, человеческих проявлений в такие сложные периоды истории. Но помимо того, как мы в мае месяце выпустим спектакль по военной тематике, у нас планируется еще определенная работа. Так, в частности, где-то примерно в марте-апреле выйдет спектакль, рассчитанный на взрослую аудиторию по пьесе Александра Архипова «Своя земля». Кто был на нашей лаборатории, которая у нас проходила в прошлом сезоне по гранту президента Российской Федерации, отлично помнит эскиз спектакля, который был там представлен. И вот мы в данном случае, нас очень заинтересовала эта пьеса, очень заинтересовала тема, очень был неожиданен и интересен отклик ребят, которые сидели в зале и смотрели этот эскиз. И мы рассчитываем поставить спектакль уже полномасштабный «Своя земля». Далее, примерно в июне месяце наш театр выпустит спектакль по пьесе Толкина «Хоббит». Вот здесь уж, я думаю, в представлении не нуждается материал. Это самое начало, скажем так, всей этой истории, всей этой эпопеи, которая нам широко не только по книгам известна, но и по голливудским блокбастерам выйдет Толкин. И в июне месяце также мы выпустим сказочку для наших ребят, тоже маленьких. Называется она «Царевна верба». И кто был, опять же, на нашей грантовской лаборатории, помнит замечательный этюд, который сделал питерский режиссер Антон Конечников. Сама драматорг была на этой лаборатории. Очень смешной, очень забавной, очень игровой. И пьеса очень любопытная, и материал очень любопытный. И вот мы надеемся летом тоже выпустить такую сказку. Но общей сложности за сезон у нас получается шесть премьер. Марина Викторовна, честно вам скажу, меня больше всего заинтересовала информация именно о «Хоббите». Когда я узнала, что вы собираетесь ставить вот именно по этому произведению спектакль, была очень удивлена. Можете рассказать, почему такой выбор? И ведь наверняка это будет достаточно сложно и в плане декорации. Это поэтому интересно. Это же поэтому интересно. Ясно, что это не кино. И мы с кино состязаться не хотим. Ясно, что, скажем, такой зрелищности, которая доступна Голливуду. Мы театр, мы другими, скажем так, реалиями даже управляем. У нас другая условность совершенно. Там история интересная. История интересная. И потом это очень любопытно для меня, как для режиссера, для художника-постановщика, который сейчас уже бегает весь в мыслях о том, как это поставить, и его всего это будоражит. То есть это очень, в первую очередь, и интересная, очень сложная, и я бы даже сказала, где-то местами ответственная, а творческая задача – перенести этот материал на сцену театральную. Хотя эта пьеса шла раньше в театрах России. Она шла еще в советские времена. Но мы чуть ли не будем дорабатывать еще до того, как, скажем так, Толкин стал, ну, где-то даже в кавычках, Библией определенного поколения людей. То есть для меня, прежде всего, вот интересно найти свой отголосок, отголосок, который отзовется в наших зрителях. Это будет наш спектакль, это будет наше понимание в зрелищности театральной. Надеюсь, мы не обманем зрителя. Вот. И я надеюсь, что это будет востребованный спектакль. Во всяком случае, название еще очень хорошее. А как вы вообще планируете, на какую аудиторию? Какая аудитория больше потянется? Подростки, взрослые? 12 плюс. То есть как мы рассчитываем 12 плюс. То есть это вот именно подростковый, там, скажем, да, средний школьный возраст. Вот. А там, как бы, диапазонально очень сложно, то есть мы просто ограничения ставим, естественно. То есть, вы знаете, здесь ведь сложно сказать, да, у нас вот идет сказка «Царевна-лягушка 6 плюс». Приходят родители, говорят, ну, она у вас явно не только на 6 плюс ее, как бы, смотреть. И дальше интересно. Как бы масса таких. Естественно, когда ты ставишь, ты ставишь для детей, но ты понимаешь, что дети придут с родителями, и тебе нужно и родителей удержать в зрительном зале. Поэтому какая-то тема отсылается детям, а какой-то юмор или какая-то тема, понимаешь, что затронет родителей. И там, скажем, тот же спектакль «Тринадцатая звезда», который у нас тоже ориентирован на 12 плюс, но при этом с большим интересом его смотрит и взрослый наш зритель. Или спектакль «Ночь перед Рождеством», он, как оказалось, тоже интересен как и малышам, так и совершенно, вот, скажем так, людям уже и зрелым, которые с удовольствием тоже смотрели вот те вот два наших спектакля, которые были. Поэтому здесь как, все равно ты, когда, говорю, ставишь, ты же ставишь не только на детей. Нельзя ставить только на детей, потому что ты уже не только ребенок, к сожалению. Потому что чем больше, говорю, художник остается, или человек в творческой профессии остается ребенком, тем оно лучше. Все-таки ты все равно какие-то отзывки свои туда вкладываешь. Потому что и темы интересные, и темы все равно общения мужчин и женщин для детей, может быть, не очень понятные, но царевна – лягушка, она же женщина, а Иван Царевич, он же мужчина. И можно найти какие-то темы, над которыми можно поиронизировать мягко, с юмором, с доброй улыбкой, на что тут же отзывается, то есть идет детский смех, а местами возникает смех взрослой публики. И понимаешь, все нормально попало. И «Хоббит» в данном случае тоже, она такая вне возрастная немного история. Она будет интересна. Там есть сюжетные линии, которые легко уловить детям, и где детское воображение начнет включаться, детская фантазия начнет что-то дополнять. И я думаю, что это будет интересно и взрослой публике с разных точек зрения, потому что это будут интересны и публике, которая росла на Толкине еще до фильмов, это будет интересно публике, которая выросла на картинах уже по Толкину, может быть, даже не читая книг. И вот совместить эти задачи, говорю, это, как это сказать-то, ну, я понимаю всю меру ответственность, но чем больше, тем больше руки чешутся, скорее, за Толкину, в частности. Ну что ж, Марина Викторовна, спасибо большое, что вы сегодня нас посетили. Мы с нетерпением будем ждать открытия сезона, и я надеюсь, посетим все премьеры. С удовольствием. Ждем вас. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok